Раз! Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Они ползут в стенах, ты слышишь? Скребутся. Я боюсь. Я очень их боюсь. Кого их-то? Роботов? Нет. Роботы убивают просто и быстро. Но эти... Остаточная полимерная память иссякла, товарищ майор. Ясно. Убивают тут не только роботы. Что это может быть? Не знаю. Но самру есть и скажу, что мы этого не узнаем. Понимаю. Они ползут в стенах, ты слышишь? Скребутся. Да тебе уже нечего бояться. Ты погиб. Именно. Я видел, еще живым видел, как мертвые встают. Не хочу больше. Боюсь их. Мне нужно идти дальше. Будьте осмотрительны. Они терзают даже мертвых. Я видел. Видел. Скребутся. Они терзают. Они терзают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ясно. Продолжение следует... Тоже Петрович старается? Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмеряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала попу? Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, нет, нет. Вы мои слова не искажаете, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал... Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей. И произошла усечка экспериментального материала. Сейчас это только на борьбе. ...что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал. И, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев или Монин? Зависть – это неподходящее слово. Зависть – это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным. А не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в сотый раз говорим. А вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана, мы закончили. Давай. Все, у нас ждать рабочее расписание. Минуту забежки на лидерах переведения. Эта минута – украденная угородность. Так, что это у нас? Сейчас, Вальга, я тебя удел. Вальга, я тебя уйду. Странная песня. но у девушки очень приятный голос это радио будущего именно то профессор лебедев в академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм основаны на принципах квантовой некумбитативной математики раз да это ты с кем сейчас разговаривал извините объясню проще в академии пошли какой счет О, нет. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ладно. Ради хорошего оружия я способен потерпеть. Вот она. Милый, наконец-то. Я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Уважай, когда ты злишься. Да, да. Ругай меня. Я была плохой девочкой и подвесила в одну похотливую слизня. Чего? Вот же тварь, а? Милый, ты так дружу в меня не сходил. Мы стали очень одинок. Я должна была развеяться. Хватит! Да когда же это прекратится? Не переживай за таких. Скажи, милый, тебе понравилось. Нравилось. Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. Храс! Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонор? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы? Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться. А солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинь. Очень может быть. Ремшкаф Петров так не заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь! Мать! Ремшкаф у башку снесло напрочь. Мать! Объект Луна представляет собой... Одна есть. Вторая есть. Готово. Вроде за работу. Перед вами невероятный объект Луна. Символ советского уровня прогресса. Победы СССР на местах личных... Советские космические аппараты. Созданы до предприятия 38-26-4. Девушки, директор А.ССР. Девушки, директор А.ССР. Девушки, директор А.ССР. Визуально это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Красс! Не время! Сохранение данных. Девушки, директор А.ССР. Девушки, директор А.ССР. Девушки, директор А.ССР. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok